Муж с утра привез цветы, фрукты, подарки, поэтому вот и цветы. Мы целовались, потому как девочки вокруг кричали горько, все было по-настоящему. Не в больнице мечтала отметить свою жемчужную свадьбу Анна Аркадьевна, но поторопилась на дачу, споткнулась, упала и оказалась в больнице с переломом шейки бедра. 7 июня скорая привезла женщину в Звенигородское подразделение Одинцовской областной больницы. Десятого она уже была на операционном столе. Операция по замене тазобедренного сустава прошла по плану, несмотря на отягощенный анамнез пациентки. Кровопотеря минимальна. Уже на следующий день Анна Ковшова встала на ноги, сейчас передвигается уверенно, но пока на костылях. Так, костыля, вот, оттенышка. Как еще сегодня, больно? Нет. Чуть-чуть чувствуется, но не больно. Чтобы поставить Анну Ковшову на ноги, работала целая команда врачей. Терапевт, эндокринолог, анестезиолог и, конечно, травматологи. Перед тем, как зайти в операционную, потренировались словесно. Перед этим все мы тщательно проговорили все этапы и все функции, кто какую роль будет исполнять, как все это будет происходить. Как тренировка такая словесная. Замена тазобедренного сустава на протез. Операция рядовая, но от этого легкой ее не назовешь. А в Звенигороде и вовсе проводится впервые. Оказывать высокотехнологичную помощь на месте. Такую задачу поставил перед сотрудниками главный врач Одинцовской областной больницы. Это является в какой-то мере большой заслугой Андрея Васильевича Фадеева. В том плане, что он поставил непосредственно мне задачу при приеме на работу, чтобы такие операции здесь проводились. И вот первая операция уже сделана. Анна Аркадьевна сама врач, поэтому и пациентка примерная. План реабилитации получила уже на следующий день после операции и прилежно его выполняет. Лечащий врач Игорь Митилюк дает прогноз. Через три месяца она расстанется с костылями и перейдет на трость. И то ненадолго, примерно на месяц. А потом сможет ходить самостоятельно, без поддержки. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.